Здравствуйте! Вы на канале ЧОТВ, и мы продолжаем цикл лекций под названием «Коны и законы». Итак, мы с вами поговорили о том, что такое «Коны» и чем они отличаются от законов, и, как и обещал, рассказал, на мой взгляд, 7 главных «Конов». Это «Кон свободы воли», «Кон подобия», «Кон воздаяния», «Кон любви», «Кон благодарности», «Кон изобилия» и «Кон отдачи и получения». И вот сейчас я хотел бы с вами переговорить о том важном очень моменте, как вот эти «Коны» вернуть в нашу жизнь. Что здесь очень важно, собственно, мы об этом тоже уже говорили, но я хочу еще раз повторить. Вернуть «Коны» свою жизнь, то есть начать жить по «Конам» – это не значит, что перестать соблюдать законы того государства, в котором мы с вами живем. Это вообще не про это. Просто дело в том, что «Коны», как мы уже говорили, они выше законов. Они действуют объективно. «Коны» – это законы Вселенной или законы Бога, как хотите, называйте. То есть это законы, которые действуют независимо от желаний и воли человека и людей. Поэтому, если мы с вами начинаем жить по «Конам», то мы, если как-то правильно сказать, мы просто выходим из той матрицы, в которую нас с вами загнали вот эти вот законы человеческие. Соответственно, то есть мы, вот то, о чем, вот, собственно, наверное, надо было с этого начать, да, когда вот эта знаменитая тирада Грефа, который на питерском форуме, уж не знаю, специально, не специально, сказал, что, а если бы люди понимали, как устроена жизнь, да, то они бы, им невозможно было манипулировать, им невозможно было управлять. Вот фактически он говорил ровно про это. И, в общем-то, я как бы сегодня просто рассказываю, как надо, что надо делать, чтобы вот нами перестали манипулировать. Вот, то есть надо понять, во-первых, что такое «Коны», да, потом и надо просто начать по ним жить. Вот, собственно, и все. Ну, теперь вопрос стоит о том, ну, хорошо, вот мы с вами изучили, вот узнали, есть семь «Конов», да, хотя бы семь. А дальше-то что? Как нам вообще быть в этой связи? Как нам сделать так, чтобы вот эти «Коны» стали работать? Ну, для того, чтобы они начали работать, мы с вами должны понять, ну, первое самое главное, что человек – это проекция Бога на земле в трехмерном мире. То есть, и каждая личность, каждая, так сказать, проекция, каждая вот эта искорка Божья, она обладает вот этим исконным правом свободы воли, прежде всего. И вот, то есть, и мы, только мы отвечаем за свою жизнь. Только мы отвечаем за то, что происходит в нашей жизни. И вот это право мы не должны никому отдавать, никому делегировать, никаким образом. Это первое. Значит, дальше мы должны вот это вот с вами, эти семь «Конов», просто хотя бы помнить, ну, держать в голове и пытаться жить по ним. Вот, значит, ну, то есть, а как, значит, пытаться жить по ним? Ну, если мы с вами просто каждый момент, все время, так, мы должны держать их в голове. И просто сверять свою жизнь с этими конами. Вот. Конечно, это очень сложно, особенно в начале. Ну, как говорится, дорогу осилит идущий. Главное – желание. Здесь самое главное, что человек встал на этот путь. Когда человек встает на этот путь, у него, конечно, начинает сначала такой некоторый раздрайв внутри. А как это я могу делать? А что сначала, что главное, что потом? Ну, во-первых, самое главное – это искренние намерения. То есть, мы искренне должны желать изменить свою жизнь и начать жить по кодам. Это самое главное. И самое главное, что если мы с вами вот эти иконы будем все время соблюдать в нашей жизни, все время сверять вот все, что мы делаем, тут важно даже не столько, не только то, что мы делаем, но и даже и мысли свои мы тоже должны здесь сверять. Вот это очень-очень-очень важно. Потому что наши мысли, мы уже с вами говорили, согласно кону подобия, согласно кону воздаяния и согласно кону отдачи и получения, наши мысли, они определяют свое, наше бытие. И поэтому мы с вами как бы и мыслями-то формируем свою жизнь. Поэтому мы должны контролировать и поступки, и мысли одновременно. Это сложно, понятно, особенно поначалу, но в принципе, конечно же, все это реально, если потихонечку начать это и делать. Могу сказать следующее, что если вы достигнете уровня, когда в вашей жизни, ваша жизнь будет хотя бы на 30-40% соответствовать вот этим конам, то жизнь ваша изменится кардинально. Ну, то есть вообще кардинально. То есть вы попадете, ну, мягко говоря, во-первых, у вас перестанет вот это видеть матрица, которая называется вот этим вот, так сказать, социумом, управляемым вот, так сказать, такими людьми, как Греф. А во-вторых, у вас, скажем так, будут действительно реализовываться все ваши вот эти внутренние искренние желания, которые действительно соответствуют вашему существу, вашему потребности, вашей души. Ну, тут, как говорится, много слов, наверное, сказано, но все-таки хотелось бы наверняка практике, да, что же конкретно делать. Начать надо с простого. Надо постараться ко всему вообще в этом мире относиться с любовью. Вот у каждого есть, мы знаем, да, что есть вот этот сердечный центр, который находится вот здесь, да, так сказать, на уровне сердца. Вот, значит, ну, может быть, от чакр, энергетических центров, потому что слово чакры все-таки не русское, об энергетических центрах славянских мы как-нибудь с вами отдельно поговорим. Вот, но сейчас достаточно просто сказать, что у нас есть сердечный центр, который находится здесь, на уровне сердца, и отсюда мы, соответственно, можем посылать миру любовь. Просто вот, так сказать, представьте себе, что от вас вот из сердечного центра выходит поток любви. И этот поток любви надо направлять на любую ситуацию, которая встречается в вашей жизни, особенно на неприятную ситуацию. Потому что когда с вами что-то хорошее случается, да, ну, это происходит само собой, мы с вами, как бы, так сказать, мы радуемся, как бы, от сердца исходит, вот, так сказать, как бы, ну, приятие, любовь и так далее. Так вот, а когда с нами происходит какая-то нехорошая ситуация, неважно какая, да, там, это связано с людьми конкретными, или, может быть, связано с системой, которая нас пытается как-то там переформатировать, или плющит даже. Вот, если мы начинаем посылать любовь в этой ситуации, то чем больше и искренне мы этой любви посылаем ей, тем удивительным образом быстро эта ситуация переформатируется. То есть, она начинает вдруг встраиваться в вашу жизнь так, что либо она вообще в вашей жизни не мешает, да, либо народ вам даже помогает. То есть, вот, умение превратить отрицательную ситуацию в положительную, оно связано именно с тем, что мы начинаем этой ситуацией транслировать свою любовь. Это касается всего, что угодно. Это касается здоровья, это касается каких-нибудь там вещей, связанных с нашими взаимоотношениями с другими людьми. Это касается отношениями с государством, это касается отношениями с финансами, так сказать, и так далее. Ну, то есть, вот, все, с любовью, со всем чем угодно. Любовь – вещь универсальная. На самом деле, когда я говорил про коны, я, собственно, когда мы до любви дошли, мы не начали ни с любви, мы ее поставили специально в середине. Но когда я говорил про любовь, я сказал, что вообще-то это главный кон, потому что Бог есть любовь. И у Бога есть два имени – любовь и истина, или правда. Так вот, когда мы с вами работаем, так сказать, на уровне сердечной чакры, да, или на уровне сердечного центра, когда мы с вами работаем, так сказать, с любовью, да, мы работаем фактически с Богом. Поэтому, как бы мы, когда мы транслируем любовь в мир, мы, как бы, мы фактически беседуем с вами с Богом. То есть, мы уходим на такой уровень, когда фактически Бог нам помогает в любой ситуации. Это сложно, но если мы с вами это начинаем делать, то мы, соответственно, действительно меняем, серьезно меняем свою жизнь. Ну, поскольку я обещал конкретику, дальше я хочу сказать, ну, из конкретики. Итак, значит, ну, про закон свободы, про закон свободы воли мы с вами говорили, там у нас, вы помните, да, мы главное брать ответственность на свою жизнь, за свою жизнь на себя и не передавать ее никому другому. Значит, когда мы говорим о благодарности, о какой-нибудь благодарности, да, то мы должны, опять же, с благодарностью относиться ко всему, что с нами происходит. То есть, мы все обязаны просто, мы должны благодарить за все хорошее и точно так же должны говорить за все плохое, потому что все, что с нами происходит плохого, это не за что-то, а это для чего-то. То есть, когда мы с вами, допустим, что-то теряем, например, деньги, да, то мы должны быть за это благодарны по одной простой причине, что, так сказать, вполне может быть, что либо это плата наша за какие-то наши косяки, которые мы до этого совершили, так, либо с нами должно было произойти что-то плохое, например, мы должны были заболеть, но вместо этого Вселенная взяла деньгами. И поэтому мы должны нас благодарить за это и говорить спасибо, что взяла деньгами. Это тоже известная истина, но которую надо обязательно соблюдать. Ну, про кон изобилия мы говорили с вами, что Вселенная изобильна, все, что в ней есть, оно и то, что нам действительно по праву принадлежит, оно от нас никуда не денется. Но мы только должны заявить это право, что мы реально претендуем на то, что нам принадлежит. То есть, вот это очень важно. И, соответственно, очень важен настрой. То есть, настрой на то, вот на позитив, на то, что мы, все у нас получится, что все, что мы задумали, мы обязательно сделаем. Более того, даже если вдруг у нас что-то не получится, то это значит, что Вселенная помогла нам сделать лучше, чем так, как мы с вами задумали. Потому что очень часто мы не понимаем, что нам на самом деле надо, и нам дают как раз то, что нам нужно. И вот здесь, опять же, это, опять же, благодарность. И, опять же, когда мы говорим о происходящем, мы должны все это говорить и думать обязательно с позитивом. Ну и, согласно кону отдачи и получения, мы должны сначала, если мы хотим что-то получить, мы должны сначала что-то отдать. Это неважно, что это может быть. Это может быть наша энергия, это может быть наше усилие, наша работа, наши какие-то, так сказать, там, ну, в конце концов, даже деньги. Но, так сказать, мы должны что-то вложить, чтобы опять начать что-то получать. Итак, мы с вами такими мазками, такими крупными набросали принципы, как нам начать возвращать коны в нашу жизнь. Ну, в следующий раз мы эту тему продолжим. Спасибо, всего доброго. Спасибо.